Приветствую вас. Вы знаете, вообще, когда у людей психологические проблемы, то они, к правилу, их решат. Если у вас, как вы говорите, куча психологических проблем, то вам в первую очередь нужно их решать. Свои психологические проблемы. Вот. Не психологические проблемы своего мужа, а ваши. Вам. Вам. Свои. Понимаете, какая штука. А то странная получается ситуация. Ругань вроде бы и не заслужена, но вы на это реагируете так, как будто она заслужена. То есть вас это задевает. Ссор вы не хотите, но в ссоры выступаете и объясняет это тем, что вы тоже человек. То есть, ну, странно немножко. Немножко здесь у вас позиция. Как будто бы двойными стандартами отдает. Понимаете, какая штука. Вот. Да, безусловно, у вашего мужа есть сложности. Безусловно, у вашего мужа есть проблемы. Это правда. Но момент какой? Что своему мужу вы помочь не в силах. Но вы можете помочь себе. Себе. Вы можете что-то сделать для себя. И здесь, в таком контексте, в контексте, я полагаю, что основной момент это обретение вами гармонии. То есть вы говорите, вы говорите абсолютно серьезно, что когда он будет меня возвращать, я поставлю там вопрос о походах к психологу, да, и спортивной секции. Когда он будет меня возвращать. Вот мне хочется вас спросить, вы вещь какая-то, чтобы вас возвращали? Почему вы считаете, что мужчина должен вас возвращать в принципе? То есть вы с вами ушли, это ваше решение, это ваше выбор. Почему человек должен вас возвращать? Если вы не хотите уходить, то не уходите. Но не ждите того, что кто-то будет вас возвращать или что-то еще. То самое касается и истории с тем, когда вот вы перед сном спрашиваете у него, у тебя нет никаких слов для меня. То есть это тоже какое-то такое перекладывание ответственности за то, что хочется вам на другого человека. Понимаете? Понимаете? Вот. Из чего я делаю вывод, что при том, что вы достаточно интеллектуальный человек, достаточно радует интеллектуально, у вас есть проблемы а с выражением эмоций, б с личными границами. Вот. И, собственно, эти трудности, они вам не позволяют вести себя адекватно в отношениях с мужем. Потому что ваш муж, он, ну, здесь противоречивая история. С одной стороны, он понимает, что у него есть проблемы и расстраивается реально из-за того, что у него происходит срыв. И это хорошо, что он это понимает. Но, с другой стороны, он ничего не делает для того, чтобы реально ситуация изменилась. И он не подходит первый измениться. И я не считаю, что он должен первым подходить измениться, если он этого никогда не делал и, может быть, не умеет или что-то ещё. Тут очень деликатная история. Потому что, может быть, мужчина гордый, может быть, у мужчины есть все какие-то сложности, они бывают. Вот. И, в общем, не столь важно, кто подходит измениться, столь важно. Гораздо важнее, что вы решаете, да. Гораздо важнее, что вы делаете, как вы, ну, какие действия и поступки вы предпринимаете. Вот. То, что вы отреагировали вот на его претензии, хватит, хватит мне так говорить. Вот я сейчас попробую зачитать вам это. Сейчас попробую зачитать. Найду, найду это. Где? Вот. А, хватит, хватит мне так говорить не надо. Вот это то, что вы своему мужу сказали. Вот. Ну, то есть, это звучит так, что вас точно сильно заделан. Вот. И мне непонятна причина, почему это заделан, да. Особенно, если вы понимаете, что вот у мужа вот такое скверное настроение, он сам вас об этом предупреждает. Вот. Очевидно, что дальше он сам с собой не справляется и начинает, как бы, проявлять какую-то активность недорогу еще по отношению к вам. Вот. Но вы-то, 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 как бы, почему так реагируете, да. То есть, вы это никак не раскрываете. Вы просто говорите, что вот, ну, я же человек и все. Ну, это не обратно на самом деле. Вот. И так, что вас что-то обижает в нем, вот в нем, в его поведении, да. Это тоже вопрос к вам, а не к нему. То есть, если вас что-то обижает, это значит, что именно вы обидели. Именно у вас были какие-то ожидания, именно вы чего-то ждали, чего-то ожидали от мужчины. И это не сложно, ну, этого не получилось, этого не случилось. И из-за этого все, у вас идет разочарование какое-то, понимаете. Вот. Поэтому мне кажется, что вопрос ваших ожиданий тоже необходимо прорабатывать. И, ну, и то, что вас задевает, вот, то, что вас задевает славомычное, тоже необходимо прорабатывать. Вот. А, в целом, у вас довольно гуманистическая позиция, что у человека проблемы, и что близкие люди должны помогать. То есть, я с вами согласен. Вот. Но вы не ведете себя, как человек, который хочет помочь. Вы ведете себя, как человек, который пытается манипулировать другим. То есть, вы учли, не желая уходить. Вы не общаетесь, желая общаться, да. То есть, у вас вот это вот такая, ну, как бы, манипуляция идет вашим мужем. А это не искренность. И, возможно, мужчина, он тоже хотел бы чего-то, но с учетом того, что первый, он не подходит. С учетом того, что он понимает, что проблемы с его стороны не изменятся. Да. Вот. Зачем ему вам что-то писать? То есть, вот это вот противоречивость. Ваша противоречивость. То есть, если, знаете, как бы, ну, агрессия, она повообразная. И бывает, что агрессивное поведение, оно очень хорошо имплементировано в личность человека. Вот. И личность, как бы, она действует едино вот с этой агрессией. Никак, никак ее не выделяет. Никак, никак ее не обославливает. Даже вот в своем собственном теле. И в этом случае ситуация безнадежная. А у вас ситуация не такая. В вашем случае мужчина отдается за счет, что проблемы есть. Да, он ничего не делает, но он, по крайней мере, понимает, что это проблема. Он, по крайней мере, как-то отграничивает ее и предупреждает вас. И мне кажется, что на бытовом уровне, если мы не говорим о том, что каждый человек, там, должен обязательно, там, работать над своим, не знаю, психологическим состоянием, да. Вот. То на бытовом уровне ваша машина поступает, в принципе, очень хорошо. Вот. И здесь, как бы, вы выступаете таким вот слабым звеном с точки зрения того, как вы воспринимаете его слова. Вот. Эм... Эм... Да, понятно, что... Эм... 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 Ну, физически разведывается неприемлемо, да. Эм... Но, давайте будем честны и, в общем-то, признаем тот факт, что, если бы вы не вылили стакан воды на мужчину, на мужчину, зная, что он находится в не совсем адекватном состоянии, то ничего бы этого не было. Вот. То есть, человек не накидывается, да, в агрессивном состоянии, на вас сам, там, не бьет вас или прочее, он это делает в ответ, а... Как бы, ну, нанесли вы первые, так сказать, удар. Да? Вот. Эм... С другой стороны, мне кажется, что нет такого какого-то, может быть, полного понимания того, почему возникают ссоры. Эм... Дело в том, что ваш мужчина очень похож на садистический тип, то есть, на садистов. И... И... Мы... Ссоры, эм... Садистам нужны для того, чтобы... Эм... Лучше... Себя... Эм... Чувствовать. Вот. Эм... Ссоры нужны человеку для того, чтобы... Эм... Лучше, ну, чувствовать эмоционально, лучше чувствовать эмоционально себя и партнера, вот. Как бы это ни звучало, неприятно. И, соответственно, я думаю, что вашему мужу просто не хватает эмоций. Ну, я так думаю, что вашему мужу просто не хватает эмоций, ну, каких-то вот чувств и именно поэтому он и ведёт себя эмоционально, подобным образом, вот. Я так думаю. Вам это желательно для себя понять, вам это желательно для себя, скажем так, открыть и признать, вот. Что есть, вот, что, ну, что присутствует в такой момент, что в такой момент, эм, ну, действительно есть. Вот, и решить, решить, что вы будете делать дальше. Вот, знаете, вот мне кажется, эм, ну, что так, мне кажется, такой вам здесь можно, можно дать ответ, чтобы именно вот в том контексте, именно вот в том смысле, о чем вы непосредственно говорите. Вот. То есть, если вы хотите сохранить семью, то вам не нужно использовать эм, такие вот манипулятивные методы решения проблем. Вам крайне желательно быть откровенно честны и так далее. Вот. Откровенно искренне здесь. Ну, и все, собственно. А так, в остальном, в остальном вы правы в том смысле, что вашему мужу, ну, действительно нужно работать над собой и так далее. Но, таким образом вы его на это вряд ли смотивируете. А если и смотивируете, то он будет думать, что делает это для вас. Вот, в принципе, такая штука. То есть, я думаю, что на каком-то вот таком глубинном уровне вы его не принимаете таким, как он есть. Вот. На глубинном уровне вы не приняли всего одного человека, своего мужа. на глубинном уровне вы не приняли его проблем, которые у него есть. И, собственно, именно в этом, мне кажется, и заключается трудность, основная и проблема. Вот. Как я и сказал, личные границы, ваш плюс, вот, основание для бит необходимо прорабатывать. Вот. Потому что шаг вас задевал. То есть, вы именно прилагаете усилия для того, чтобы терпеть его, наоборот, его какие-то, вот, слова, а не естественного, что с него сформироваться. То есть, он говорит, если не пропускаете мимо себя. А именно, вот терпитесь усилием воли, заставляете себя реагировать на это более спокойно. Вот. Это так не работает. Такая вот история. Так я мог бы вам ответить на вопрос, который вы задаете. Елена, мне кажется, что у вас есть еще элементы стыда. Вот. Мне кажется, что у вас есть некая жерственность в поведении. Потому что, вот, вы терпите, терпите, терпите. И потом, как ты видишь, тебе возвращается, позволяете, потом опять терпите, терпите, терпите. И потом опять тебе что-то позволяет. Вот. Вот. Это тоже то, что он мешает. А, мешает вам, мешает вам. Вот. В целом, мне хотелось бы, что ваше поведение было более, таким, единым. Чтобы не было таких, таких противоречий, какие есть сейчас. Вот. Какие противоречия есть. Не очень приятные. И для вашего мужа, если у него действительно садистический тип, это, в общем, тот только усугубляет ситуацию. Вот. Ну и вы жертва, прикладывая ответственность на мужа за то, чего хотите вы, что тоже не решает проблем. Вот. Мой коллега Кудрячев Игорь Леонидович прав, что вы запускаете этот триггер. А, ну вот. Триггер-агрессии, негатива. А, вашего мужа. И нужно разобраться всем им. То есть, вполне вероятно, что вы вызываете какие-то вот ассоциации у него. Вот. Сами того при этом не желаю. А, на этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если, если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.